Кто из нас не любит выгодных сделок? Получить бесплатно, за что обычно нужно платить, всегда приятно, и в компьютерах почувствовать такое удовольствие дает разгон. Щелк и ваш i5 уже почти как i7. Щелка и Киберпанк больше не лагает на 1050 Ti, а стоковые модули ОЗУ добавили 500 МГц. Но оверклокинг, переживающий эпоху расцвета 10 лет назад, уходит в закат. Бесплатный чип-тюнинг закончился. Никто не вернет 2007 год. Почему оверклокинг сейчас это горячо и 5%? И что еще есть смысл разгонять? На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Погнали! Все началось, когда я был маленьким. В 90-е бородатые компьютерщики знали секреты, ведь в те времена никто не ограничивал производительность процессора и перестановкой пары джамперов, а в дальнейшем и пары пунктов меню в BIOS, 166 МГц Pentium превращались в 233 МГц, потребляя немыслимый 17 Вт. Почти полуторакратный профит, правда доступный совсем немногим владельцам ПК в те времена. Позже, когда процесс разгона был поставлен на поток и ушлые продавцы стали предлагать разогнанные камни по цене изначально более быстрых, кладя разницу себе в карман, Intel среагировала, закрыв все лазейки по изменению множителя и частоты тактового генератора. Дальше потянулись годы противостояния, пользователи искали возможность вернуть халяву, Intel ее прикрыть. В общем, в нулевые победила дружба. Что в Intel, что в AMD уже тогда работали опытные маркетологи, решившие убить сразу трех зайцев, действуя по принципу «не можешь победить, возглавь и заработай». Так появились линейки Black Edition и Extreme Edition, где не было никаких ограничений на разгон, профит был аж тройной. Во-первых, такие процессоры стоили дорого, что позволяло чипмейкерам хорошо заработать. Во-вторых, домашние оверклокеры были счастливы. Теперь можно было за две минуты ковыряния в BIOS увидеть заветные 5 ГГц. Ну и в-третьих, разумеется, появились таблицы рекордов разгона, которые дополнительно подогревали интерес к этой теме. И ничего не менялось почти 20 лет. Был разгон, который работал всегда, но требовал определенного железа типа процессоров с индексом K и Z-Plat. Были лазейки типа включения отбракованных ядер у Athlon или разгон по шине у Skylake. Но они требовали соблюдения определенных условий и активно прикрывались чипмейкерами. И были 90% пользователей, которым разгон вообще не был интересен. И все довольны. Но мы бы не стали это обсуждать, если б не заметили печальной тенденции. Даже легальный разгон чаще всего больше не интересен. Компании выжимают кремний досуха еще на заводах. Формальный разгон никуда не делся. AMD вообще позволяет гнать практически все Ryzen на почти всех чипсетах. Intel тоже не запрещает гнать K-процессоры на дорогих Z-досках. Только вот смысла в этом теперь ноль. Вспомним начало десятых, когда легендарные i5-2500K и i7-2600K добирались до 5 ГГц природных 3,5, обеспечивая прирост почти на треть. С видеокартами бывало еще круче. Перепрошивая BIOS на Radeon HD 6950 от 6970 и разгоняя ее, можно было получить внушительный плюс 40% попугаев. А что сейчас? Попытка разгона свежих Ryzen нередко упирается в перегрев, а производительность даже может снизиться. Играм не нужны все 12-16 ядер, поэтому профит дает буст нескольких из них до высокой частоты. Так что усреднение частоты ниже пикового буста на одно ядро может сыграть злую шутку. С Intel ситуация аналогична. Да, из i9-12900K можно выжать 5 ГГц на все ядра, но стоит ли прирост 3-4% производительности тепловыделения под 400 Вт? Про видеокарты вообще молчу, что RX 6000, особенно RTX 3000 гонятся от силы на 5%, аналогично ценой увеличения без того огромного теплопакета. Когда твой ПК разогревает жилье выше 19 градусов и ты получаешь счет за электричество и штраф за 5%, сделка явно невыгодная. Вот и получается, что разгон как бы есть, а на практике его как бы нет. Почему все поменялось? Да потому что компании стали выжимать все соки из кремния еще на заводе. Лет 10 назад никаких сложностей при смене техпроцессов на более тонкие не было, и реальные инновации, что в CPU, что в GPU сыпались как из рога изобилия. Поэтому чипмейкерам не было смысла загонять частоты в облака, прогресс был и без этого. И разумеется, это позволяло оверклокерам самим выжимать кремний досоха с хорошим профитом. Все изменилось примерно 5 лет назад, когда начались проблемы с уменьшением техпроцесса. Intel забуксовала на 14 нанометров и пошла по плану B, резко наращивая частоты от 4 ГГц на всех ядрах у 6700К до 5 ГГц у 9900КС. Что раньше у Skylake было разгоном, теперь стало заводскими частотами. Гнать тот же i9-9900КС стало просто некуда. У AMD аналогично, чтобы многокристальный Ryzen 3000 и 5000 с большими задержками могли конкурировать с Intel Core в играх на равных, приходилось максимально хитро прокачивать буст отдельных ядер и опять же выжимать все соки с завода. Итог, разгон того же Ryzen 7 5800X чисто номинален и составляет от силы 50-100 МГц по всем ядрам при снижении одноядерного буста. Та же история с видеокартами. Чтобы не отдавать долю рынка красным и сгладить использование не самого эффективного 8-нанометрового техпроцесса Samsung, Nvidia идет во все тяжкие и резко увеличивает теплопакеты своих видеокарт. От 250 Ватт в 1080 Ti до 450 у RTX 3090 Ti. Причем хорошо видно, что это именно выжимание всех соков. Для RTX 3000 отлично работает тендервольтинг, то есть снижение рабочей частоты GPU при сохранении или минимальном снижении частот. Урезав ту же RTX 3090 Ti до 300 Ватт, можно получить холодную и тихую карточку с производительностью 3080 Ti, которую едва ли кто-то назовет слабой. AMD со своими Radeon RX 6000 тоже вынуждены ввязаться в эту войну. Как итог, для них частота в 2700 и даже 2800 МГц стала нормой, что ранее было просто немыслимо для видеокарты. Разгон не имеет особого смысла, в лучшем случае 5-7% прироста. К тому же вполне возможно, что именно очень высокие частоты и напряжение привели к тому, что у 6000 серии Radeon намечается печальная тенденция с умирающими GPU. Проблема с освоением новых техпроцессов и созданием прорывных архитектур привели к тому, что достигать прежних темпов роста получается лишь грубой силой, путем насильственного повышения частоты и теплопакетов. То есть, по сути, чипмейкеры зашли в зону оверклокеров, захватили ее, сделав разгон пустой формальностью. Конечно, можно вспомнить про лазейки. Так, например, некоторые платы для LJ1700 имеют внешний тактовый генератор, что делает возможным разгон по шине любого процессора Intel Core 12-го поколения. Правда, тут никакой выгоды. Платы идут на B660 или Z690 чипсетах и стоят дороже аналогов без внешнего тактового генератора. Поэтому денежного профита здесь не будет. Изменится ли что-то в будущем? Едва ли. Каждый новый техпроцесс и новая архитектура даются сбоем. Процессоры становятся отборными. Что Intel, что AMD в погоне за частотами в новых поколениях ощудимо перешагнули за 5 ГГц. Так, топовый i9-13900K может бустить аж до 5,8 ГГц. А Ryzen 9 7950X до 5,7 ГГц. С учетом того, что AMD официально подняла теплопакеты своих топовых Ryzen со 105 до 170 Вт. О каком разгоне тут может быть речь? При такой частоте лишняя пара сотен МГц, полученная путем отправки TDP на орбиту, не дадут и 5% производительности. Сейчас скорее уже идет бой не за производительность, а бой с тепловыделением. Увы, разгон в случае с процессорами и видеокартами умер. Конечно, возможно в будущем найдут новые лазейки, но это слабое утешение на фоне того, что даже одобренный оверклокинг больше не имеет никакого смысла. Неужели домашнему оверклокеру больше нечем себя порадовать? К счастью есть. И на удивление, производители этому даже потакают. Я говорю про разгон памяти, который уже несколько лет в случае с Intel доступен и на B-чипсетах, а AMD вообще никак его не ограничивает. И надо сказать, в современном мире разгон ОЗУ нередко оказывается профитнее, чем разгон процессора. Любой современный CPU любит доступ к быстрой памяти, поэтому нередко между стоковой DDR4-2400 и разогнанной DDR4-3600 может быть и 10 и 20% халявного буста производительности. А с учетом того, что можно потратить дни на ужимание вторичных и третичных таймингов, с опять же видимым бустом производительности, оверклокерам с ОЗУ скучать не приходится. Что еще можно разогнать с видимым профитом? Да все, что имеет частоту. Например, монитор. Все знают, что существуют модели с частотой 144, 240 и даже 480 Гц, но никто не мешает бустануть и обычный 60-герцовый монитор. Создать кастомную конфигурацию частоты и разрешения позволяют все панели управления GPU даже от Intel. Конечно же, все зависит от видеокабеля, контроллера и качества матрицы, но все еще нередко можно накинуть лишние 10-15 Гц. Но давайте будем честны, все это уже агония разгона. Чипмейкеры давали нам ощущение халявы только тогда, когда им это было самим нужно. С учетом близости к концу кремния, производители идут на все ухищрения, чтобы рисовать красивые цифры в графиках производительности, в том числе и заходя в стезю оверклокинга. Так что эпоха разгона подошла к концу. Нам остается надеяться только, что она возродится в будущем с какими-то совершенно новыми чипами. А про новые чипы и технологии вы всегда можете почитать в нашем сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале. Если вам интересен мерч от МК, который мы пошили сами с нуля, начиная с лекала, вышивки и прочего, заходите в наше сообщество ВКонтакте, в товарах будет он лежать. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Если вам понравилось, жду вашей реакции, ну, соответственно, и комментариев. Увидимся там. Пока.